Зал летописи Атлантиды искали почти сто лет. Любой в мире археолог всё отдал бы за то, чтобы проникнуть туда и явить миру сокровища погибшей цивилизации. Не первая разумная раса на Земле. И узнать, что случилось с теми, кто был до нас. Египтолог с мировым именем Ларри Хантер четверть века посвятил изучению пирамид и сфинкса. Он ближе всех подобрался к разгадке местонахождения секретной комнаты, о чём и рассказал в поистине сенсационном интервью. Это прозвучит невероятно, но учёный нашёл зал летописей и знает, что там лежит. Эти архивы были составлены жителями Атлантиды. Когда их мир должен был вот-вот рухнуть, они захотели оставить потомкам максимальное количество информации и построили несколько библиотек. Я думаю, в архивах содержится информация о предназначении пирамид, об управлении солнечной энергией, о мощных, неизвестных нам источниках энергии. Всё это можно там найти. В архивах содержатся знания из прошлого, которые мы сможем использовать в будущем. Но почему же архив Атлантиды до сих пор не обнародован? Дело в том, что власти Египта прекрасно знают, каким обладают сокровища. За право владеть наследием погибшей цивилизации идёт ожесточённая борьба. Хотя извлечь древние сокровища и даже прикоснуться к ним не так-то просто. Однако право первооткрывателя, безусловно, принадлежит Ларри Хантеру и его команде. На основе анализа древних текстов он установил, что под египетскими пирамидами скрыт целый город. Учёному впервые удалось проникнуть туда ещё 30 лет назад, о чём он написал в ряде научных журналов. Оказалось, подземные катакомбы тянутся на много километров под Каиром и уходят вглубь земли на 12 уровней. При этом границы города очерчены древними храмами, как сторожевыми башнями. А под правой лапой сфинкса, как и предсказал Кейси, действительно находится главное светилище. О чём Ларри Хантеру египетские власти тогда явно посоветовали не рассказывать, если он хочет продолжать работать на раскопках. Но скоро зал летописей всё равно найдут, так или иначе. Сегодня пустое пространство под пирамидами пытаются найти с помощью космических спутников и электромагнитного излучения. На это уходит много времени и денег. Мы для поиска использовали человеческий голос и эхо от него, акустику. И я думаю, что если эта история получит огласку, мы наконец сможем понять, почему власти Египта не признают факта существования зала летописей. Они ведут свою игру. Власти Египта, похоже, действительно не один год скрывали от мира сенсационное открытие. Ещё в 1989 году японский профессор Йоши Мура с помощью георадара сканировал камеру царицы в пирамиде Хеопса и территорию возле сфинкса. Он пришёл к выводу, что под землёй скрыто неизвестное археологам помещение. С таким же предположением выступил и американский геофизик Томас Добецкий. Однако египетское правительство сразу же запретило иностранным учёным проводить в районе сфинкса какие-либо археологические работы. Начиная с 1989 года в Египте шла бурная деятельность. Её полностью контролировал доктор Заки Хавас и Высший совет по древностям Египта. В результате открытия подземной комнаты и лабиринтов египтяне присвоили себе. Только после этого международным организациям позволили возобновить исследования возле пирамид. Однако до сих пор попасть в зал летописей по данным Ларри Хантера египетские археологи не могут. Древние Атланты установили систему защиты. Это плотная завеса яркого света, энергетическое поле, пройти через которое невозможно. Но Ларри Хантер и двое его коллег сделали попытку отключить энергетический барьер. Они использовали акустические технологии. То есть просто пели древние мантры и молитвы. И спустя некоторое время египтологи поняли, что подобрали ключ к вратам. Их взору предстало невероятное зрелище. Световая завеса померкла. Правда, всего лишь на мгновение. И ученые увидели тот самый зал летописей Атлантиды. Мы увидели, что в той комнате за дверью стоит небольшой ящик со статуей Осириса, сделанный из базальта. В руке он держит анг, египетский крест. Пройти сквозь световые врата археологи просто не успели. Энергетический барьер включился вновь. Но это было целых 30 лет назад. А знаменитый провидец Эдгар Кейси говорил, что открытие произойдет на стыке тысячелетий. Сегодня в распоряжении ученых самые передовые технологии. Удастся ли на этот раз одолеть древнюю защиту и получить доступ к наследию Атлантиды? Или же власти Египта снова будут мешать этому изо всех сил? В настоящее время египтяне не заинтересованы в расшифровке, раскрытии всех тайн Платы Гизы, поскольку это разрушает версию хронологии египетской, установленную большим количеством ученых. Официальная египтология утверждает, что пирамиды – это древние гробницы. Их якобы строили для погребения фараонов и знатных вельмож. Однако ни в одной, даже в Великой пирамиде Хеопса, мумию правителя до сих пор так и не нашли. Более того, отсутствуют погребальные и вообще какие-либо надписи, характерные для царских погребений. Если бы это была усыпальница, оставить ее такой бедной было бы страшным неуважением к почившему царю. Посмотрите на гробницы других фараонов в долине царей в Луксоре. Это целые дома со всей утварью. Но тогда зачем же на самом деле фараонам были нужны пирамиды? Директор исследовательского института при Академии национальной безопасности России Валерий Уваров провел сенсационный эксперимент внутри пирамиды Хеопса, в так называемой камере царя. Следователи поставили цель установить, как работает саркофаг и что это за устройство. Что интересно, российские ученые использовали тот же принцип, что в свое время и Ларри Хантер. Они тоже узнали его из древних текстов. Группа ученых включала запись древних мантр, подобных тем, что пели жрецы. При этом проводились замеры изменения напряженности электрического поля возле саркофага. Через полчаса после начала эксперимента у его участников появилось ощущение, что пирамида начала гудеть и вибрировать. Я сам не ложился в саркофаг. Я находился рядом вместе со своим другом. И вот когда мы включили наши громкоговорители, пирамида как бы, у нее как бы рос ее энергетический кокон. В этот момент появляется энергетический столб. Вот он растет, он не сразу выстреливает. Он растет постепенно. И вот когда закончилась мантра Ом и была поставлена мантра Ом Ки, вот в этот момент и произошло то, что нас потрясло полностью. То есть внутри головы зазвучал голос. В это сложно поверить, но голос услышали одновременно все, кто был в пирамиде. Смысл сообщения, по словам исследователей, был таков. Вас услышали. Вы все сделали правильно. Но эта пирамида разрушена и мало годится для полноценного общения. Неужели ученым удалось выйти на связь с богами, подобно тому, как это делали верховные жрецы и фараоны? Но за счет чего был достигнут такой эффект? Дело в том, что стены камеры царя выложены плитами из полированного гранита. Гранит представляет собой смесь следы, кварца и полевого шпата. У кварца есть способность создавать пьезоэлектрический эффект. Как показали измерения, под вершиной пирамиды фиксируется максимальная напряженность электрического поля. При этом поток энергии воздействует на человека, который находится в саркофаге. Они были аккумуляторами. Вот этой тонкой энергии, которая называлась САИ, она приходила в космический эфир. И поэтому многие саркофаги делались из гранита, из твердых пород, типа базальта и так далее, в которой была, в частности, слюда. И они могли иметь и отражательную, и накопительную способность, типа конденсаторов. Но с кем фараоны Египта выходили на связь? Кем же были эти боги? Фараон-реформатор Эхнатон, его главная жена Нефертити и шесть их дочерей имели очень странную внешность. Вот как они выглядели. Судя по всему, форма головы этой загадочной семьи намного превышала объемы нормальных человеческих черепов. Проверить это пока нельзя. Их мумии до сих пор не найдены. Исследователи делают свои заключения на основе прижизненных статуй этих царственных особ. Однако, судя по древним фрескам, не только эти правители древнего Египта при жизни скрывали форму своего черепа. Перед подданными они представали в Немесе, высоком головном уборе. Что не так было с головой у фараонов Египта? Наиболее вероятно, что египетская цивилизация была продолжением атлантической цивилизации на новом эволюционном витке. Когда природный катаклизм уничтожил Атлантиду, не все же представители погибли. Они начали создавать новые цивилизационные центры, в том числе в Америке, майя, наследники этого, и Египет, прямые потомки и наследники атлантической цивилизации. И вот фараоны, великие мудрецы и жрецы Египта – это перевоплощенные атланты. Этот детальный план строения головного мозга человека был обнаружен на стене храма в Луксоре. Необычную фреску нашел французский химик и египтолог Швалер де Любич в конце 30-х годов. Зона шишковидной железы на рисунке представлена в виде огромного глаза. Есть версия, что увеличенная шишковидная железа и есть причина, по которой у фараонов были вытянутые черепа. В центре головы находится так называемая зона третьего глаза. У нас внутри головы там есть прямо, что называется, копия нашего глаза. И если что-то пошло не так, и этот глаз начинал, что называется, расти, так сказать, слишком активно, слишком много энергии, то это приводило к деформации черепа. Древнеегипетские папирусы сообщают, что фараоны наводили магический ужас на врагов. И этому есть объяснение. Если их шишковидная железа была столь значительно увеличена, правители Египта могли обладать сверхъестественными или паранормальными способностями. Но то, что тысячи лет назад казалось магией, сегодня имеет научное объяснение. Есть данные, и они физически доказаны о том, что вот такие выпуклые черепа выполняют роль купола. Это аналог, причем очень древний аналог, вогнутого зеркала. Вот то, с чем работал в свое время Козырев. И Казначеев развивает эту теорию в Новосибирске сегодня. Советский астрофизик Николай Козырев первым исследовал действия вогнутых зеркал. Он доказал, что среди свойств времени есть возможность отражения. Этим объясняется феномен телепатии, способность видеть будущее, предугадывать ход вещей. Последователь ученого-академик Влаиль Казначеев создал прибор, получивший название «зеркало Козырева». Это вертикальный алюминиевый цилиндр, внутри которого оказывается воздействие на головной мозг человека. Активизируются спящие участки. И у человека проявляются экстрасенсорные способности. По такому же принципу работало устройство, известное как «яйцо Нострадамуса». Провидец мысленно путешествовал в будущее, сидя внутри яйцевидной конструкции. Ее оболочка состояла из трех слоев. Меди, латуни и бронзы. Вот такие вогнутые зеркала, они играют форму вогнутых линз. И фокусировкой идет на шишковидное железо, которое находится в центре головного мозга человека, достаточно надежно спрятано. Но за счет вот таких взаимодействий вероятно усиливается сигнал и лучше воспринимается. И с этой точки зрения, вот такие вогнутые зеркала, в том числе в виде черепов, или искусственно созданные, но уже не черепа, а шапки, шлемы, позволяют соединяться с внешним пространством и черпать энергию из космоса. Фараон Эхнатон отличался от своих подданных не только формой черепа. Современная медицина относит такие анатомические способности к наследственным заболеваниям. Куриная грудь, воронкообразная грудная клетка и ненормально длинные конечности. Признак синдрома Марфана. Большой череп и крупные черты лица возможны результат психического отклонения под названием болезнь штетинского ткача. Широкие бедра и живот – влияние женского гормона прогестерона. Что стало причиной таких отклонений? И почему сын Эхнатона, фараон Тотанхамон, и вовсе прожил всего около 20 лет, имея целый букет тяжелых наследственных заболеваний? Были династические браки распространения не только в Египте, но и в других цивилизациях. И эти династические браки имели своей целью сохранить уникальный генотип, которым обладало это семейство. Семейство небожителей, спустившись на землю. И поэтому, чтобы не рассеять генный материал, чтобы он не затерялся среди тысячи тысяч, вот сохранились династические браки. Когда фараоны представали перед народом, они сияли подобно солнечному богу Ра. По одной из гипотез, причиной этому были вовсе не гены небожителей. Добиться сияния кожи помогало мелкодисперсное золото. По одной из гипотез, его тонким слоем наносили на кожу и даже употребляли в пищу. Древние папирусы свидетельствуют о том, что правители соседних государств, обращаясь к фараону, писали, «Золота в твоей стране много. Оно как пыль». Золотоносные шахты, разработанные в период расцвета древнеегипетских царств, действительно были найдены в Нубийской пустыне и на Аравийском полуострове. Для чего в древние времена использовалось золото? Тогда его было очень много. Мы можем изучить древний туринский царский папирус, которым указывается название и расположение прииска, где золото добывается и по сей день. По сути, это буквально целая гора золота. Но тогда золото превращалось в белый порошок, который использовался в неких неизвестных в современной науке процедурах. Понять, как ведут себя ионы золота в организме человека, современным ученым помогли нанотехнологии. Новейшие методики позволяют использовать мелкодисперсное золото для лечения заболеваний, связанных с нарушением синтеза коллагена и угнетением вируса. Среди них артриты, дерматиты, вирусные инфекции. Но откуда такие знания были у фараонов? К тому же для производства мелкодисперсного золота нужны технологии, которые тысячи лет назад вроде еще не существовали. Свойство самого золота, не окисляющийся металл, он очень устойчив. И вот это используется для сохранения. Это консервант своего рода. И исторически было опробировано, и, в общем-то, есть данные в пользу этой точки зрения, что действительно мелкодисперсное золото обладает свойством консерванта. И его пытались употреблять внутрь, для того, чтобы оно равномерно распределялось по всему организму. Величайшее археологическое открытие 20 века гробница Тутанхамона. Внутри находился саркофаг из чистого золота. Но что самое удивительное, там были обнаружены украшения, выполненные из редчайшего фиолетового золота. Выяснить секрет получения такого сплава решил египтолог Роберт Вуд. В 1934 году он опубликовал статью пурпурное золото Тутанхамона. Оказалось, что химики древнего Египта умели получать сплав 75% золота с 25% алюминия и палладия. Причем сделать это даже с помощью современного оборудования непросто. Малейшее нарушение в технологическом процессе приводит к тому, что фиолетовое золото становится слишком хрупким. Дальнейшие исследования дали еще более шокирующий результат. Выяснилось, что золото из гробницы Тутанхамона было подвержено очистке. В его составе присутствует всего 1% примесей. Добиться этого можно только путем электролиза. Кто передал фараонам технологию обработки золота? Откуда в Древнем Египте появились знания, которые современной науке стали доступны лишь в последние десятилетия? Я хотел бы показать вот эту фотографию с изображением человека. Она поможет разобраться, были ли древние технологии, привнесенные на Землю извне, из космоса. Фотография была сделана в древнем поселении возле плато Гизы. Изображение совершенно не похоже на древнеегипетские гравюры. Здесь человек держит какой-то флаг и вообще похож на инопланетянина, а не на египтянина в сандалиях. Человек находится в центре вертикальной симметрии. Очевидно, что этой арке очень много лет. Найденное археологами поселение возле плато Гизы раньше отделяла от долины пирамид длинная стена. До наших дней от древнего поселения сохранились лишь руины зданий. Но что самое удивительное, под слоем глинобитных кирпичей египтологи обнаружили фундамент, построенный по совсем другой технологии, куда более совершенный, с использованием хорошо обработанных и точно подогнанных друг под друга каменных блока. Строительством этого здания занимались представители двух разных цивилизаций. Прочную каменную структуру сооружали еще до всемирного потопа. А глину клали египтяне после того, как этот регион вновь поднялся из воды. Согласно этой популярной альтернативной гипотезе, пирамиды Гизы и древнее поселение были построены еще до всемирного потопа. Десятки тысяч, а возможно и миллионов лет назад. В руках египтолога Ларри Хантера одно из доказательств гипотезы. Такие камни были найдены и у основания трех пирамид Гизы, и в древнем поселении неподалеку от них. Возвесняк словно примешаны хорошо обработанные круглые камни, очень похожие на монеты. Получался уникальный сверхпрочный материал. Этим камням больше, чем 65 миллионов лет, потому что они использовались для строительства зданий еще до всемирного потопа. Возможно, они и старше. Мы можем видеть их по отдельности. С течением времени связующие компоненты разрушились, и эти монеты выпали. На песке их сразу и не заметишь. Но если детально изучить, каким образом они использовались для строительства, мы поймем, что такой технологии на Земле на данный момент нет. Если кто-то сможет научиться производить такие камни, он сможет построить еще одну великую пирамиду. Но до тех пор этого не произойдет. Чтобы проверить свою гипотезу, Ларри Хантер предпринял смелую экспедицию. Из Египта он отправился в Турцию. На территории этой страны, в восточной ее части, находится гора Аханта. В 2200 метрах от ее вершины предположительно лежат обломки Ноева ковчега. Сооружение построенного до всемирного потопа. Возникает вопрос, каким образом могут быть связаны Ной и Великая пирамида. В Великой пирамиде я обнаружил некий материал на основе кремния. В строительстве в наше время он не используется. В Древнем Египте его тоже не использовали. Его принесли грязевые потоки во время Великого потопа. Еще в 1955 году французский промышленник и исследователь Фернан Навара заявил, что добрался до Ноева ковчега. Более того, он привез окаменевшие доски, отломанные от тостого гигантского судна. После этого никто из исследователей подобных артефактов не предъявлял. Исследования в районе Арарата давно не проводятся. Это район армяно-турецкой границы. Территория, охраняемая военными. Неужели Ларри Хантеру удалось получить доступ к древнейшему артефакту? На сегодняшний день проведен анализ фрагментов судна. Это окаменелая древесина. В них нашли и гвозди, которые были приклеены к дереву. Размеры ковчега указаны в первой книге Моисея. На месте можно проследить, как этот корабль постепенно спускался с горы вместе с грязевыми потоками. Работы предстоит еще очень много. Он находится на высоте примерно 7,5 тысяч футов над уровнем моря. Когда я приезжал туда, там происходили столкновения между армянами, курдами и турецким правительством. Обстановка там весьма напряженная. Египтолог Ларри Хантер уверяет, что и на обломках ковчега, и на пирамидах Гизы он обнаружил похожие следы грязевых потоков и морской воды. Неужели знаменитые пирамиды действительно построены задолго до всемирного потопа? О водной эрозии на поверхности сфинкса прежде заявлял египтолог Джон Энтони Уэст. Он обратил внимание на то, что выветривание оставляет на известняке горизонтальные ребристые слои. В случае со сфинксом напротив видны вертикальные гладкие изгибы, а это характерный след водной эрозии. Есть еще одно доказательство. К западу от Фаюмского оазиса на севере Египта были найдены останки китов. Возраст этих китов от 40 до 45 миллионов лет. Так составляется общая временная и геологическая картина. Эти кадры сняты на территории нашей страны на Алтае. В Чемальском районе неподалеку от села Куюс историк краевед Александр Кречетов обнаружил гору пирамиду. Ее высота 350 метров. Житель Алтая уверен, что это сооружение гораздо старше знаменитой пирамиды Хеопса. Создано это может быть для того, чтобы поддерживать связь между космосом и Землей. Видимо, эта пирамида древнейшая на Земле является прообразом всех остальных пирамид, в том числе великих египетских. Место, где найдена пирамида, коренные народы Алтая называют Тугусхан. Это означает страна девяти великих мудрецов. По преданию, территория этой страны пролегала вдоль реки Катунь. И хотя в официальной истории упоминания о Тугусхане нет, алтайцы и сегодня считают эти земли священными. На протяжении вот этих 150 километров здесь никогда не было длинникового периода. И было условие для прекрасного комфортного проживания человека именно вот в этой долине, в долине Катунь. И это место как раз сейчас и является самым большим сосредоточением древних артефактов на Земле. Где бы что бы люди не копали, везде находятся древние остатки. В 1974 году в Сибири в одной из шахт Кемеровской области была сделана шокирующая находка. Горнодобытчики натолкнулись на древний артефакт каменный саркофакт. Внутри него оказалась погребена женщина. Археологи ожидали обнаружить древнюю мумию. Однако оказалось, что останки находятся в растворе. Они были словно законсервированы. Возраст биологической находки 30-35 лет, а вот исторический возраст этой дамы по разным данным от 600 до 800 миллионов лет. Академическая наука заявляет, что человек разумный расселился по планете 40 тысяч лет назад. При этом первая развитая цивилизация древнего мира возникла в районе Месопотамии. Кто сотни миллионов лет назад мог создать каменный саркофаг, найденный в Сибири? Откуда там появились люди? Есть версия, что эта сенсационная находка была далеко не единственной. В ближайшее же время после первой находки здесь же были обнаружены еще порядка 30 таких же захоронений и мужчин и женщин. понятно, что все это быстренько было увезено в неизвестном направлении, говорят, в Москву, а на самом деле куда, непонятно. Места были оцеплены, все тщательно проверено, и в общем-то как бы, ну, местные говорят об этом по воспоминаниям, кто был свидетелем, вот, а в принципе официальная информация и следы этой находки теряются, то есть засекречено. О древних саркофагах с помещенными в них телами представителей предыдущей цивилизации свидетельствует лама Лапсан Крампа. Его книги сегодня расходятся по всему миру многомиллионными тиражами. Лама посещал подземные залы под храмом Поталы в Тибете. Он видел три саркофага из черного камня с надписями на неизвестном языке. Может, это представители той же цивилизации, след которой был найден в Сибири? Но почему тела, помещенные в саркофаг, не превратились в пран? По одной из гипотез, древняя высокоразвитая цивилизация владела знаниями о четвертом состоянии воды. Кроме жидкости, пара и льда, они умели получать вязку в воду. Она-то и служила своеобразным консервантом. Ну, мне кажется, существует вязка вода, и она существует в организме обычных людей тоже. Это прежде всего пульпозные ядры межпозвоночных дисков. межпозвоночных И вот мне думается, я не могу этого доказать. Я видел этих людей. Я не могу доказать, но мне кажется, что вода за счет медитации переходит в четвертое состояние и мгновенно консервирует все обменные процессы в организме, останавливая их, чтобы потом возродить. Марс. Планета, которая, возможно, уже пережила глобальную катастрофу. В 1976 году американский космический аппарат «Викинг» передал на Землю данные о сооружениях, обнаруженных на поверхности Красной планеты. Но только в 1994 году НАСА получила четкие снимки объектов в области Сидонии. Весь мир узнал, что на Марсе есть пирамиды и сфинкс. В 70-х НАСА сделало снимки некоторых объектов, похожих на пирамиды, и крупное лицо сфинкса в регионе под названием Кидония. Это крупный объект порядка 15 тысяч футов в высоту и порядка мили в ширину. Очень большой, так что его видно даже из космоса. Когда мы смотрим на эти объекты на снимках со спутников, у них есть множество сфинксоподобных характеристик. То есть на Марсе, безусловно, есть лицо с чертами сфинкса. На сегодняшний день, благодаря экспедициям космических аппаратов к Марсу, в области Сидония открыта целая долина пирамид. Они образуют упорядоченную систему. Кто создал эти сооружения? И куда исчезла эта древняя космическая цивилизация? Кто мог жить на Марсе? Очевидно, что раньше на Марсе были и магнитные поля, и океан, все, что нужно для жизни. Я думаю, что тогда можно было запросто переместиться с Земли на Марс без каких-либо затруднений. Я думаю, что инфраструктура для этого была. В 1999 году космический аппарат НАСА обнаружил на Марсе еще один загадочный объект. Он получил название «Страна тоннелей». На снимках хорошо видно, что в ущелье между марсианскими скалами проходят гигантские трубы. По расчетам астрофизиков их диаметр достигает 300 метров, длина до 40 километров. Тоннели уходят вглубь планеты. В НАСА никаких официальных версий о происхождении этих объектов не озвучивают. Есть только гипотезы. По одной из них громадные марсианские тоннели были построены после глобальной катастрофы. О ней свидетельствует огромный кратер на поверхности Марса. Я обратил внимание на образование на Марсе, похожее на стекло, на расплавленный песок. Они могут появиться только при определенной температуре. Огромный кратер похож на те, которые образуются при ядерном ударе над поверхностью Земли. Я не уверен насчет радиации, но там может быть некоторый радиоактивный фон. На Марсе пока обнаружено 25 сооружений по форме напоминающих пирамиды. Длина сторон основания больших пирамид достигает полутора километров. Высота километр. Исследователи уверены, размеры пирамид были точно рассчитаны. Причем эту же формулу космические архитекторы применили на нашей планете. И по образцу марсианских пирамид были построены земные. Мы нашли формулу построения пирамид на Земле или любом другом вращающемся эллипсоиде. Для этого достаточно обладать информацией о периоде вращения и затем преобразовать ее с помощью числа пи. К примеру, период вращения Земли вокруг Солнца 365 дней. Он определяет высоту пирамиды. Период вращения Марса вокруг Солнца около 500 дней. Геометрия марсианских пирамид отличается от земных, но формула та же. Кто создал систему пирамид на Марсе? Что за космическая цивилизация? И куда она исчезла? Астрофизики признают, что в прошлом на Красной планете были подходящие для жизни условия. Видны русла пересохших рек и океанов. В виде замерзших ледяных шапок на полюсах планеты до сих пор сохранились остатки воды. Сейчас у Марса нет атмосферы, но так было не всегда. На Марсе была цивилизация и цивилизация высокоразумных существ. Слишком много осталось от нее там. Я уже не говорю о сфинксе, который виден. Там же множество других каких-то построек. Есть остатки технических устройств. Мы видим, что через весь Марс проходит какая-то огромная борозда. Огромная борозда огромной глубины некий канал ровный, который его опоясывает. Представьте, что какой-то астероид гигантский мог ее прокопать столь прямой линией на одну и ту же глубину. Это очень сложно представить себе такое. Легче представить, что это являлось плодом работы каких-то разумных существ. По одной из гипотез атмосфера Марса и магнитное поле планеты были уничтожены в результате космической катастрофы. Тогда же полностью погибла планета Фаэтон. От этого небесного тела остался лишь пояс астероидов. Существование в далеком прошлом планеты Фаэтон в 18 веке теоретически обосновали астрономы Тициус и Боде. Но могли ли марсиане и фаэтонцы переселиться на землю? Создать древнейшие пирамиды похожие на марсианские? Есть и такие гипотезы. То сходство генетическое которое имеет место быть между человеком живущим на земле и марсианином позволило им войти в прямое половое взаимоотношение с нашими земными женщинами от которых появились дети с необычными способностями которые упоминаются в древних текстах как полубоги и вот фараоны генетически являются их потомками и вот именно с этой точки зрения они и называли себя детьми богов по этой версии дети богов передали знания благодаря которым были построены все великие пирамиды земли Хеопса Хефрена и Мекерина в Египте 16 пирамид возле города Сиань в Китае комплекс пирамид в Теотиуакане в Мексике недавняя расшифровка карты расположения мегалитических строений в Теотиуакане дала сенсационный результат и стала еще одним подтверждением этой гипотезы пирамиды три они являются отображением трех планет нашей Солнечной системы и если сверху наложить на комплекс Теотиуака карту орбит планет Солнечной системы то мы сразу же увидим что пирамида Кицалькуатля маленькая пирамида это пирамида Марса центральное Солнце следующая пирамида пирамида Земли третья орбита и вот дорога которая идет от пирамиды Кицалькуатля прямо мимо Солнца к пирамиде Земли говорит о том что знание от Марса было передано на Землю известный египтолог Роберт Бьювелл изучая план плато Гизы обратил внимание на одну деталь пирамиды Хеопса Хефрена и Микерина расположены очень близко друг от друга точно по диагонали каждая занимает площадь квадрата однако самая маленькая из трех пирамида Микерина смещена влево от диагонали архитекторы пирамид безусловно отлично владели математикой и геометрией почему пирамиды расположены без учета симметрии три пирамиды гизы они стоят по диагонали каждая пирамида занимает площадь квадрата они стоят по диагонали две очень большие пирамиды одинакового размера но третья пирамида маленькая пирамида смещена влево от этой диагонали и это побудило меня начать исследование Роберт Бьевилл выдвинул одну из самых обсуждаемых на сегодняшний день гипотез пирамиды гизы ориентированы по созвездию Ориона эту гипотезу сегодня проверяют астрофизики и египтологи всего мира и сторонников у нее с каждым годом становится все больше и больше если пойти дальше нужно отметить что кто-то в далеком прошлом должен был принести знания о том как строить пирамиды возможно эти знания были переданы с группы звезд в которую входит Сириус созвездия Ориона и Плеяды наши предки строили их по соответствующим стандартам и соответствующих материалов и благодаря этим знаниям появилась глобальная человеческая цивилизация система которая связывает все пирамиды высота великой пирамиды Хеопса превышает 146 метров при этом несмотря на внушительный размер сооружения угол наклона боковых граней не меняется от основания до вершин создатели пирамид владели блестящими знаниями по геометрии математики архитектуры может в списке наук была и астрономия неужели план плато гизы это система координат в таком случае в ней закодированы точные данные расположения звезд и планет со звездия ориона есть две большие или две яркие звезды в поясе ориона всего в поясе три звезды и третья менее яркая звезда смещена также пирамиды на земле расположены относительно Нила так же как пояс ориона расположен относительно Млечного Пути так что получается что у нас есть карта в небе которая схожа с тем что есть на земле и наоборот это стало известно как теория корреляции по ориону с помощью новейших компьютерных технологий ученые сопоставили карту долины Гиза и пояс ориона оказалось что такое расположение звезд можно было увидеть с поверхности земли 12 с половиной тысяч лет назад значит если верить теории корреляции по ориону пирамиды были построены задолго до расцвета древнего Египта совсем другой высоко развитой цивилизации однако фараоны и верховные жрецы похоже сумели использовать эти грандиозные мегалиты в интересах своего царства может современные ученые также найдут применение пирамидам и они снова заработают тогда наследие богов послужат и нашей цивилизации в 1873 году французский археолог любитель Агюст Леп Лонжон отправился на полуостров Юкатан с целью пролить свет на загадку происхождения цивилизации майя и вдруг он натыкается на необычный текст документ достаточно прозрачно намекает на то что майя народ не местный они предки пришедших сюда издалека беженцев и бегство этих людей было вынужденным так как истинная родина погибла в результате страшного глобального катаклизма в то же время в предгорье потухшего в доисторические времена вулкана Шаста в Калифорнии были замечены некие странные человекоподобные существа время от времени эти существа возникали из ниоткуда в поселениях горняков требовали продовольствия предлагая взамен огромные золотые слитки при этом жестами объясняли что они потомки уцелевших представителей некой древней цивилизации чей континент погиб под водой когда к вулкану отправилась экспедиция ученых существа исчезли навсегда и наконец уже в первой половине 20-го столетия научному сообществу были представлены расшифрованные таблички из древнего монастыря те самые которые бенгальские ламы показали британскому офицеру и исследователю Джеймсу Чорчвардо все это явно наводило на мысль что в истории мироздания нашей планеты не все так гладко как пытается в этом убедить академическая наука и что должна была существовать некая цивилизация которую можно считать самой первой на земле и откуда пошел род человеческий но возможно ли такое я еще помню когда в школе нам учитель истории объяснял да и в учебниках говорил что человек появился сто тысяч лет назад и мы в это верили уже когда я заканчивал школу уже говорили да нет человек появился где-то пятьсот тысяч лет потом уже в семидесятых годах когда значит мы познакомились с раскопками во всех странах континентах на всех континентах стали понимать что человек гораздо древнее и уже находки скажем восточной Африке восточно-африканский рифт где были найдены останки про-человека которому больше двух миллионов лет в 1877 году в американском штате Невада во время разработки золотого прииска рабочие обнаружили странные кости структуры напоминающие человеческие самым удивительным оказалось то что длина берцовой кости составляла без малого метр при расчетах выяснилось что при таких размеров останков человек должен был бы обладать трехметровым ростом в 1973 году водитель бульдозера сгребал верхние слои грунта в одном из карьеров на Аляске неожиданно нож его машины снес небольшой холм оказавшийся древним могильником прибывшие на место археологи обнаружили там окаменелые останки человека но это были останки какого-то гиганта в огромном черепе насчитали два ряда зубов сама же голова была неестественно сплющена скелет трехметрового человека был также найден в окрестности города Баржоми в Грузии его череп был больше человеческого в два раза странные находки шокировали исследователей объяснить их происхождение не смог никто в поисках хоть каких-то зацепок исследователи стали изучать старые архивные документы например записки и дневники археологов предыдущих поколений неожиданно один из палеонтологов натыкается в научном архиве Нью-Йорка на старую подписку газеты Бруклин Таймс в одном из номеров датированных 1890 годом исследователю бросается в глаза любопытная заметка остатки угасшей расы великана континент затонувший в Индийском океане только высочайшие пики этой земли поднимаются сейчас над волнами но они возбуждают интерес у путешественников и ученых это была статья никому неизвестного публициста Уильяма Чорчварда отца того самого Джеймса Чорчварда который спустя 25 лет окажется в Бенгальском монастыре и прочтет глиняные таблички с упоминаниями о древней таинственной цивилизации заметка была опубликована сразу после знакомства с работами Ле Планжана однако статью посчитали газетной уткой и вскоре забыли а между тем удивительный континент существовал не только в воображении экзальтированного автора публикации сказки Томилов одной из народностей Индии повествуют о южном материке и великом исходе возглавляемом богом Шивой материк этот был поглощен морской пучиной и именовался он Хитидой на самом деле об этой цивилизации которая так называется и немножко созвучна Хеттам это тоже наверное не случайно они известны очень мало потому что обычно упоминают Хитид Хитид или Хитиду упоминают в одной как бы цепочке в одной линейке цивилизаций наравне с Лемурией Пацифидой Атлантидой ну и Арктидой которая как бы немножко в стороне от этого буквально крохи известны о том что локализация то есть расположение Хитиды как бы не представляет сомнений это в общем Индостан что же это за Хитиды такая исследователи пребывали в недоумении позже выяснилось что под этим названием кроется Лемурия или континент Му согласно историческим документам в 1860 году британский геолог Уильям Бландфорд занимался изучением ископаемых растений в древних породах Африки и Индии и вдруг он обнаружил между находками удивительное сходство но такое было невозможно так как исследуемые участки суши разделялись многими километрами водного пространства после размышлений ученый пришел к выводу что на месте Индийского океана существовал древний континент Прошло всего несколько лет и у предполагаемого материка появилось название Это название дал другой британский геолог Филипп Слейтер Он предложил наречь таинственный континент Лемурии по имени редких приматов Лемура Слейтер обратил внимание что лемуры обитают как на острове Мадагаскар так и в Индии а между ними огромный океан При этом на Мадагаскаре несмотря на близость Африки флора и фауна совершенно не похожи на континентальное Вот такой парадокс был отмечен Слейтером В 1868 году немецкий биолог Эрнст Геккель доказал что лемуры могли зародиться лишь на материке А позже ученый пришел к сенсационному выводу Из пяти ныне существующих континентов ни Австралия ни Америка ни Европа ни Африка не могли быть прародиной так называемым раем или колыбелью человеческой расы Это была Юго-Восточная Азия То есть первые люди появились на некоем континенте ныне находящемся под водами Индийского океана Тем временем у пропавшего континента появилось и второе имя В 1895 году Лёп Лунжон находясь на полуострове Юкатан обнаружил надпись на стенах одного из храмов Майя Когда французский археолог расшифровал надпись то смог прочитать следующее Этот храм построен в память далекой земли Му Место рождения наших священных мистерий Известно только что люди там жили совершенно другие было это очень давно и от 15 где-то века до нашей эры вглубь и намного дальше вглубь и жили они в основном как сейчас эзотерики выражаются в эфирном каком-то теле таком физическом теле там практически никого не было то есть до сих пор не найдено никаких артефактов ни физических доказательств ни археологических каких-то находок не было которые подтвердили наличие вот этой хитиды материально действительно никаких физических доказательств существования таинственной хитиды или лемурии нет но так ли это на самом деле если принять во внимание результаты исследований биологов обореали лемуров абсолютно одинаковых видах растений на Мадагаскаре и полуострове Индостан плюс находки Люплан Джона на Юкатане то этого уже достаточно для реальных предположений существования таинственного континента однако какие подробности удалось узнать Джеймсу Чорчворду в Бенгальском монастыре история умалчивает сколько времени он потратил на расшифровку текстов с глиняных табличек но содержание исследователь не мог скрыть и даже не пытался древние манускрипты рисовали Лемурию как огромную холмистую страну простиравшуюся от Гавайев на севере до самой южной части океана линии соединяющие острова Пасхи и Фиджи длина континента составляла 8 тысяч километров а ширина почти 5 тысяч километров климат Лемурии благоприятствовал человеку это были тропические равнины с вечно зелеными пастбищами и возделанными полями при обилии пышной растительности вдоль побережья тянулись тенистые пальмовые рощи а в долинах реки превращались в озера на зеркальной глади которых распускались священные цветы лотоса во всех направлениях словно нити паутины расходились широкие ровные дороги выложенные гладкими камнями пригнанными друг к другу настолько плотно что трава не могла пробиться между ними весь континент изобиловал яркими красками и жизнью высшей формой которой были необычные человеческие существа их насчитывалось более 60 миллионов жители лемурии слыли высоко цивилизованными и просвещенными они обладали даром ясновидения телепатии телепортации и могли совершать астральные путешествия однако как это может происходить в реальности способны объяснить только специалисты в области эзотерики мы знаем все прекрасно о том что человек может входить в состояние медитации при этом в состояние медитации либо просто настроившись на определенные так скажем возможности своего организма и сознания выходить из тела и путешествовать там где он хочет то есть пребывать фактически своим сознанием в энергетическом пространстве не иметь физическую оболочку но при этом тело продолжает находиться на земле допустим в какой-то позе некой позе лотоса или просто в ближайшем положении тело при этом замирает можно сказать да то есть это практически равно состоянию комы человек практически не дышит ему не требуется пища не требуется там вода или еще что-то такое вот а сознание при этом может пребывать в любом мире в любом виде исследованием заниматься любыми по некоторым версиям лемурийцы являлись представителями загадочной страны Шамбалы эту страну когда-то очень хорошо описал русский востоковед путешественник и художник Николай Рерих он рассказывал что обитатели Шамбалы могут исчезать или появляться как угодно и где угодно современные ученые давно занимаются опытами по переходу из физического мира в тонкий и утверждают что это возможно кроме того лемурийцы умели использовать энергию солнца и кристаллов а также сверхзвуковые частоты но наука не играла большой роли в их жизни они стремились к единению с природой и из природы черпали свои силы и возможности в переданных монахами Черчеварду глиняных табличках есть упоминание о том что лемурийцы были способны обогнать любое животное потому что перемещались используя полностью сенсорную возможность для бега они проецировали направление движения с помощью своих ощущений и выбирали путь наименьшего сопротивления лемурийцы не тратили ни одного усилия впустую кроме того обитатели таинственного континента освоили левитацию то есть они могли преодолевать гравитацию и поднимать собственные тела над землей а затем мгновенно перемещаться в пространстве в древнеиндийских источниках есть много упоминаний о левитации и о способностях людей приподниматься над землей без каких-либо механизмов зависать и даже передвигаться по воздуху левитацию и сейчас можно продемонстрировать люди обладают определенными знаниями левитации и умеют это делать нужно понимать что весь наш физический мир на самом деле это энергия энергия просто в такой в конечной форме но тем не менее она движется и с этой энергией можно взаимодействовать никто не мешает нам сделать так чтобы наше тело потеряло вес да либо чтобы мы путем взаимосвязи с землей и земной поверхностью могли приобрести состояние позволяющие нам превзойти гравитацию в этом земном рае люди верили в бессмертие души считалось что после смерти она возвращается в тот самый великий источник откуда когда-то вышло при этом обитатели Лемурии никогда не болели и жили более ста лет в расшифрованных Чорчвордом древнеиндийских манускриптах упоминается и о семи главных городах таинственного континента безусловно это были центры науки и религии образования и торговли храмы в Лемурии создавались из резного камня и не имели крыш их можно считать храмами солнца с обязательным условием чтобы лучи небесного светила освещали молящихся огромные полупрозрачные дворцы создавали ощущение вечности и непоколебимости а внушительные монументы монолиты украшали городские пейзажи но был еще один город в самом центре континента назывался он Терра это был секретный объект поскольку вся его инфраструктура находилась в глубоком подземелье мало кто знал об этом но создавался город Терра неспроста в один определенный момент он сыграет свою роль в судьбе обитателей лемурии и еще общались лемурийцы между собой бессловесно и это тоже была одна из отличительных особенностей про цивилизации нашей планеты при этом безмолвный разговор мог происходить между собеседниками даже если они были вне поля зрения относительно друг друга ну дело в том что на этом уровне общается и наша цивилизация и особенно точно уже это известная цивилизация древности потому что раньше не было технологий подобных современных таких как мобильный телефон интернет а люди довольно таки хорошо владели методикой передачи мыслей на расстояние то есть и сейчас можно общаться с помощью мыслей на любом расстоянии да то есть при этом как бы расстояние роли не играет достаточно настроиться друг с другом и можно свободно общаться на континенте жило несколько раз людей с желтой коричневой и даже черной кожей при этом основными обитателями были бледнолицые с большими глазами и рыжими волосами лемурийцы путешествовали по всему миру на больших кораблях и создавали колонии цивилизации в Атлантиде Америке и на Ближнем Востоке но однажды произошла чудовищная катастрофа огромный континент под воздействием землетрясений и изрыгающих раскаленную лаву вулканов рассыпался на множество осколков часть осколков ушла на дно другая часть осталась над поверхностью океана превратившись во множество больших и малых островов сам центр Лемурии остался но медленно уходил под воду практически на самое дно Индийского океана затем поднялось беспощадное двухкилометровое цунами и смыло города селения людей уничтожило растения и животных во всяком случае именно так описывают глобальную катастрофу и гибель континента древние тексты на глиняных табличках расшифрованные британцем Джеймсом Чорчвордом так ли это было на самом деле судить сложно сегодня трудно вообще говорить о том от чего могли гибнуть цивилизации доисторическое время то есть если сегодня мы можем вычислять просто тайфуны с точностью до дня там и какие-то катаклизмы природные и предсказывать некоторые вещи типа цунами с точностью до нескольких дней например но не больше вот то применительно к тому времени это вообще невозможно никак использовать потому что тогда непонятно какие вообще законы природы действовали то есть может быть тогда была другая физика земли другая биология тех существ которые жили согласно выводам Черчварда просуществовала Лемурия без малого четыре с половиной тысячи лет при этом еще очень долго над Индийским океаном возвышалась центральная часть континента и последний уцелевший город Таро когда началась катастрофа городские власти раскрыли секретные входы в его туннели раздвинулись каменные ворота в скалах откинулись крышки люков над потайными колодцами которые вели к центру земли и главный лемурийский вождь под гипнозом увел десятки тысяч людей и животных в подземные города спасая их от верной гибели там им предстояло переждать величайшую катастрофу и затем перебраться подземными путями на другие континенты там в череве земли им предстояло прожить не одно десятилетие да там могла быть и высокая культура естественно под землей люди освоили это пространство развивались ремесла прежде всего люди жившие в пещерах они как бы были ближе к рудам различным подобывали металл и естественно там же и обрабатывали этот металл вулканы продолжали извергать раскаленные камни и пламя посыпая кругу пеплом но их рычание становилось все тише а появлялось оно все реже земля быстро покрывалась свежей растительностью прошло время и из подземных городов поднялись на остывающие от лавы поверхность планеты уцелевшие люди и животные постепенно расселяясь по новым континентам а небольшая часть лемурийцев успела перебраться на западные острова которые спустя некоторое время соединились с другими частями суши образуя новый континент Атлантиду впоследствии также канувшую в океанскую пучину а от самой Лемурии остались лишь нынешний Мадагаскар Цейлон и небольшие клочки земли в Индийском океане но это всего лишь предположение так как факт существования таинственного континента с процивилизацией Земли до сих пор никем не признан Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...